Всем привет! Я давно не снимала видео. И сегодня я буду снимать видео с пластилином. Я увидела в низком мире пластилин, когда заходила туда с подругой. Она покупала каши своему ребенку. Я увидела пластилин и поняла, что давно ничего не любила из него. Решила снять для вас видео. Я не снимала уже больше месяца. До этого я вставляла старые видео. Точнее, видео, которые снимала больше месяца назад. Раньше я снимала часто. У меня было много видео, которые я просто не успевала публиковать. В общем, в последний месяц я публиковала их, ничего при этом не снимая. И вы знаете, после перерыва у меня немножко появился энтузиазм, вдохновение, так сказать. И я решила что-нибудь снять для вас. Не знаю, как часто буду снимать, но время от времени я буду что-то еще организовывать. Я не стала раскрывать все упаковочки. Потому что мне они не понадобятся. Дело в том, что я покупаю какие-то атрибуты для видео. Всякие книжечки, бумажные куклы, всякие самолетики, которые я собирала пазлы. И мне приходится это все выбрасывать. Я кладу возле мусорки. В надежде, что кто-то это заберет и кому-то это пригодится. Также хочу поступить с пластилином. Просто мне некому отдать. У меня нет в Краснодаре знакомых с детьми, которые могут уже лепить с пластилина. В общем, всех деток, которых я знаю, они очень маленькие. Поэтому я его тоже положу возле мусорки. Может быть, кому-то пригодится. Здесь очень плохо видно, не помещается. Нормально. Упаковка. В общем, я планирую слепить вот такую рыбу. Посмотрим, что получится. Точнее, я уже смотрела, что получится. Потому что я уже снимаю второе видео. Как видите, эти пластилины уже... Этот пластилин уже раскрыт. И видно, что уже использован. Я уже лепила рыбу. Но видео страшно запорол Пума. Орал как ненормально в этом видео. И, в общем, я не стала его редактировать. Я просто решила переснять видео. То видео было 25-минутно. Жалко, конечно, потраченного времени. Но... Не зря же я купила пластилин. Надо все-таки доснять это видео. Жалко, что было плохо видно. А он вообще уже ушел. Он так прикольно лежит. Когда я что-то делаю, он лежит рядом. Очень такой... Милый. Милый. И то, что обычно... Вот сейчас опять он начал ходить. И надеюсь, он испортит данное видео. Потому что третий раз я не осилю это снимать. Все-таки в какой раз убеждаюсь, что если вы что-то начали делать... Точнее, если вы что-то делаете, и это вам надоедает... Просто сделайте перерыв. Если у вас уже нет сил, энтузиазма, вдохновения... Просто нужно сделать перерыв. То есть не напрягаться, не выдавливать из себя. Не делать через силу. Просто нужно вовремя остановиться. И потом начать с новыми силами. Сразу говорю, я не мастер лепить из пластилина. Прошлая рыба у меня получилась не очень красивой. Но здесь суть. Не сделать красиво, а... Сделать вообще что-нибудь. Чтоб был сам процесс. Пам, возможно, здесь не особо видно, что я делаю. Но я по-другому не могу установить камеру. Чтоб она была у меня наверху. И вот так, нет, не получается. Надо сначала делать. И вот так, нет, не получается. И вот так, нет. На картинке так красиво всё. А у меня чуть-чуть что получается. Нет, у меня всё ещё мало пластилина. Нет, у меня всё ещё мало пластилина. Я чувствую в этом видео 25 минут, я не уложусь. Я ещё хотела обратиться к подписчикам с такой просьбой, необычной для моего канала, потому что я никогда прежде ни о чём не просила никого. Я долго думала, стоит ли это делать, стоит ли обращаться к подписчикам с этим, поймут ли меня, воспримут ли адекватно. Но всё-таки я решила попробовать, потому что лучше попробовать и пусть не получится, чем не попробовать вообще. В общем, в последнее время я помогаю приюту нашему краснодарскому. Помогаю, наверное, громко сказано, но иногда я поддерживаю как могу приют и волонтёров. В нашем городе началось всё с того, что вообще как я этим всем начала, можно сказать, жить. Потому что я только об этом и думаю в последние месяцы. Я увидела пост одной девушки в инстаграме. Она нашла, не нашла, она сидя дома услышала виск какой-то и выклювела в окно, оказалось, что сбили собаку. Она выбежала и помогла этой собаке. Помогла этой собаке и отвезла её в больницу. Потому что у собаке была сломана нога. Вот она её. Она оплатила лечение. Она создала все условия для этого пса, чтобы он пошёл на поправку. Потому что в итоге в итоге висик выздоровел. И она нашла ему даже хозяина. Ну, в общем, в ту ночь, когда сбили собаку, очень долго не могли найти хирурга, ветеринарного хирурга, который бы работал в ночь. Она объездила все клиники. А я на неё подписана, на эту девушку. И я вместе с ней, с другими девушками, там не только девушками, в общем, мы все миром искали хирурга. У нас есть в Краснодаре, который бы принял эту собачку. В общем, вскоре пополам мы нашли этого хирурга. И после этого люди начали писать про приют Краснодар. Называется Краснодар в Краснодаре. Я слышала об этом приюте, но как-то я не была не подписана. И следила за жизнью этого приюта. В общем, я подписалась и я просто была в шоке. Я, конечно, обо всём этом догадывалась, предполагала, понимала. Просто не хотелось, наверное, в это верить и этим жить. Не хотелось расстраиваться и думать об этом. Но, видимо, это была судьба наткнуться мне ночью на этот пост этой девушки с этой собачкой. И перейти по ссылке на инстаграм приюта. И сожить немножко другой жизнью. В общем, я увидела столько историй. И истории о том, как хозяева выбрасывали свои животные. Просто в прямом смысле выбрасывали, потому что по-другому я не могу это назвать. Как хозяева выбрасили свою собачку. И она бедная. Месяц лежала после квартиры. А им было всё равно. И они даже её не кормили. А выбрасили они её, выгнали они её из-за того, что у них родился ребёнок. Маленькие. Ну, соответственно, маленькие, раз он только родился. В общем, у них родился ребёнок, и они не захотели, чтобы у них была собака дома. Так вот, когда они гуляли с коляской, собака подходила к ней, бегала возле них, а им было всё равно. Не понимаю, как люди могут быть такими жестокими. Как вообще, как это возможно? У меня в голове не укладывается. Я заранее извиняюсь за такое, наверное, пессимистическое видео. Но, к сожалению, это реалии нашего времени. Я не хочу всегда говорить только о весёлом. Хотя, наверное, вы здесь, на этом канале, чтобы расслабиться. И я бы не для того, чтобы думать о плохом. Но, как я уже сказала, я хочу обратиться с просьбой. Сейчас я к ней перейду. И прямо сейчас я хочу это рассказать сначала. В общем, собачка эта мучилась вот так вот. Я не знаю, что с ней сейчас. Я знаю, что месяц она вот так вот жила. В итоге где она, я не знаю. Недавно был пост в Подмосковье. Сбили собаку. Сбила электричка. Ай, с собакой, конечно, был вообще полный пипец. Потому что у неё не было кожи. У неё оторвало кожу просто на груди. На лапе. Ну, в общем, я не хочу описывать её ужасное состояние. Но оно действительно было ужасно. Забрали деньги. Забрали деньги. Всемиром. Забрали очень такую хорошую сумму. Собачку. Его её зовут Султан. Прооперировали. Собака порода хаски. Хаски. Хаски свойственно убегать. Как оказалось, я раньше этого не знала. Они убегают с участка. Они могут вырваться с поводка. Просто убежать. Вот такие собаки. Это им свойственно. В общем, они убегают. Даже говорят, что они бегут. Когда идут на поводке с хозяином, они могут просто врезаться в столб. Потому что они не видят, куда они идут. Я не знаю, как такое возможно. Вот такая вот особенность у этих собачек. Просто очень многие хозяева хаски писали об этом. Что вот такие вот они. Что на участке, если собака живет в частном доме, они роют землю под забором. Что нужно насыпать гравий под забор, чтобы они не прорыли землю и не убежали. Был даже случай, когда хаски начала заходить с ума. И просто с поводком или с цепью, я не знаю точно, перепрыгнула через забор. А цепь оказалась короткой. И, в общем, собака повесилась. Подставляю, какие будут комментарии. По данным видео. Что, наверное, это не тема для таких видео. Ну просто... У меня только две аудитории. Это аудитория моих друзей и знакомых в соцсетях. И аудитория моих преданных подписчиков на канале. Все. Я имею ввиду интернет. Нереальную жизнь. Поэтому, кому не нравится эта тема, может просто выключить это видео, переключить на другое. Так вот, я продолжу. Это собака, султан, сбежала с участком. И месяц, месяц эта хаски была на свободе одна. Я не знаю, как она вышла. Но в итоге вот она попала под электричку. Хозяева ее искали. Хозяева молодая пара. Они ее искали. Но почему-то не в интернете. А развешивали объявления и так далее. Просто у некоторых было впечатление, что хозяевам все равно. Либо, что ее бросили вообще на производство судьбы и все такое. Мол, как могла потеряться такая оборотистая собака и все такое. Но, как оказалось, нет. Хозяева есть. Хозяева ищут. Хозяева любят и ждут. В общем, в данный момент собака находится в стационаре. Ждет повторной операции, если она, конечно, выберется, выкормкается. В общем, вот таких историй я вижу каждый день на сайте не только нашего Краснодарского приюта, но и в инстаграмах волонтеров, в московских приютах, в инстаграмах, в московских приютах, да и вообще любых других. Я на очень много приютах подписываю. У меня просто сердце кровью обливается. Буквально сегодня, точнее, предисловие, на днях волонтеры написали об одном котенке у нас здесь в Краснодаре, который лежал под балконом одного из дома и просто умирал. Он был в очень плохом состоянии, он просто лежал, тихо умирал. И разместили пост об этом и просили забрать его, отвезти в приют. Я откликнулась, я хотела его забрать, но я живу далеко от этого района. И написала девушка, которая живет ближе, что она его заберет и отвезет в приют. В общем, она его забрала, отвезла в приют. Оттуда его срочно отвезли в клинику. А мы с этой девушкой были на связи. В общем, дня два мы общались. Она мне писала, как он, что он пошел на поправку, что он стал кушать. Что вроде бы он приходит в себя. Я так обрадовалась, я даже хотела поехать его навестить. Когда ему станет получше. И сегодня я сидела на работе. И она написала, что Рыжик умер. Весь день у меня был испортен. Но очень был тяжелый день из-за этого у меня очень сильно испортилось настроение. И просто вот так вот задумываешься, сколько таких животных, о которых мы не знаем, которых мы не видим. Которые вот так где-то под заборчиками, под балкончиками просто тихо в одиночестве умирают. Я столько рыдала от этих всех историй. Я до сих пор очень тяжело. Я переношу все эти истории. Но уже немножко выработался иммунитет. Мне кажется, это как у врачей. Либо, не знаю, у сотрудников морга, которым уже не все равно. Но они уже абсолютно трезво, спокойно реагируют на такие вещи. Вот у меня уже немножко начинается такая стадия. Хотя все равно очень-очень тяжело все это наблюдать. Но суть не в этом, а в том, что все больше появляется желание. Хотя оно было и прежде. Но сейчас я прям четко прихожу к этой мысли, что я должна помогать животным по мере возможности. Я и раньше всегда носила с собой корм. Притом некоторые меня называли ненормальной кошатницей и так далее. Что у меня есть крыша, что я помешана. А я просто подкармливала животных. Собак или кошек, которых встречала на улице. И пусть мне считают ненормальной. Мне плевать, если я продлила жизнь какому-то животному. Если я спасла какое-то животное от холода. У меня в дворе живет кошка. Буквально месяц я ее вижу. Она живет в подвале. Вот каждый день, два раза в день, я ее кормлю, когда иду на работу. И когда возвращаюсь на собаке, ей кормлю воду. Сегодня выяснилось, что соседи тоже ее подкармливают. Потому что я боялась, что соберут, выкинут ее кормушки. Которые стоят возле подъезда. Но, как оказалось, у меня очень добрые соседи. Кошка, я так понимаю, домашняя. Потому что она не боится людей. Она очень ласковая и очень опрятная. Несмотря на то, что она уже месяц на улице. Она слишком чистая и аккуратная для уличной кошки. В общем, мы ее кормим. Я не знаю, как ее пристроить. Никто не хочет брать больших кошек. Но с этой кошкой мы как-нибудь справимся всем домом. Да, жаль, что она живет на улице. Ну, хотя бы. Она не умрет с голоду. Если, конечно, не убежит куда-то. А будет все время в нашем дворе. А то мы будем ее кормить. Но вопрос заключался... Просьба моя заключалась в другом. Очень много кошек, собак, животных находится в приюте. Очень многим кошкам и собакам, уличным, с травмами и без. Котятам, которых просто выкидывают в коробках. Очень много таких стори щенков, которых просто выкидывают в коробках только что родившихся. Бездушные люди. Эта тема вообще не для шепота. Об этой теме хочется просто кричать. Но это АСМР. Я вынуждена говорить шепотом. Хотя, наверное, нужно было снять все-таки обычное видео, не АСМР. Ну, поскольку уже начала, я продолжу. В общем, моя просьба заключается в том, чтобы люди помогали бездомным животным. Чтобы, если вы идете по улице и видите какое-то животное, обращались в приюты, очень часто люди встречают каких-то животных, покалеченных, просто проходят мимо, они думают, что они не смогут им помочь, что они смогут сделать, какую помощь они могут оказать. Или мы проезжаем по трассе и видим какого-то щеночка и проезжаем мимо. Или мы видим каких-то маленьких котят и проходим мимо. А ведь их можно спасти, их можно отвезти в приют. Можно приютить, покормить. Можно посетить приют, который нуждается всегда, всегда. Любой приют нуждается в корме, в наполнителях, в шприцах, в пеленках, в лекарствах всеразличных. Вот такая вот получилась рыба. Ужасная, кривая. Непонятная рыба. Ну, честно говоря, не было настроения на то, чтобы делать здесь какие-то шедевры. Поэтому... Вот такая, какая получилась. Я просто хочу закончить. Я хочу попросить вас. У каждого из нас в каждом городе есть приюты. Там живет очень много собак, которых некому выгуливать, потому что обычно в приюте работает несколько человек. Два, пять, не более. И этих животных, этих бедных собак некому выгуливать. Они сидят в клетке. Животные очень тяжело пристраиваются, особенно если это взрослые животные. Я знаю, что в приютах есть собаки, которые живут там по восемь лет. Вы представьте, восемь лет в клетке. Кто-то скажет, лучше бы она жила на воле. Но неизвестно как, сколько она прожила бы на воле без еды. Ее могли растерзать другие животные. Она могла попасть под машину и так далее. Поэтому неизвестно где ей. Хуже в клетке либо на воле. Не нужно много денег, чтобы помочь приюту. Можно купить консерв, который стоит, не знаю, 40 рублей. Купить 10 консерв и привезти в приют котятам. Можно просто приехать без ничего и погулять с собаками. Просто приехать и просто погулять с собакой. Два часа, час, полчаса провести с собакой. Вы не представляете просто сколько радости это ей доставит. Мне кажется, и вам тоже. Ведь ничего не стоит купить. какому-то животному мазь в другой месяц купить. Какому-то животному корм. Просто время от времени уделять внимание животам. Я понимаю, наша помощь нужна и больным людям, и детям, и старикам. Но если кто-то рассуждает, что лучше помочь больным детям, больным людям, то кто же будет помогать животным? Ведь они тоже нуждаются в нас. Ведь они самые беззащитные и самые преданные. Я просто раньше жила и не задумывалась, насколько глобальны это проблемы. Насколько много больных, одиноких, бездомных животных. Я никогда не проходила мимо котят или каких-то травмированных животных, но я никогда не знала, что им можно помочь, забрав их с собой и отвезти их в приют. Кстати, приюты очень часто нуждаются, и волонтеры очень часто просят помощи не только финансовой, а просто отвезти. Просто помочь, отвезти, помочь транспортом. Например, нашли где-то щенка, и у волонтеров нет транспорта, нет машины в данный момент. И они просто просят отвезти щенка от пункта А в пункт Б. Ведь вы можете этим помочь и спасти жизнь этому щенку. И от вас больше не нужно ничего, никакого участия или финансовой помощи. Просто отвезти этого щенка. А иногда это нужно экстренно. Просто друзья, подписчики, я знаю, что у меня есть очень много хороших людей, которые подписаны на меня, очень добрых, очень душевных людей. Пожалуйста, подписывайтесь на паблики в интернете, вконтакте или в инстаграме, или в других соцсетях, паблики с приютами, с волонтерами. Пожалуйста, уделяйте этому вопросу больше внимания, чем вы уделяете на данный момент. Я в эти выходные собираюсь поехать в приют и отвезти животным корм. Возможно, какие-то лекарства, наполнители и так далее. Если есть у кого-то такое желание помочь, я, конечно, одна своими силами. Мало что могу сделать. Если у вас есть такое желание, я оставлю номер карты, на которую вы можете перевести какие-то средства, кто сколько хочет, кто сколько может. Я обязательно сделаю фотоотчет поступивших средств. Я ни копейки, конечно же, не потрачу на какие-то собственные нужды. У меня и в мыслях даже такого нет. Но если у кого-то есть такие мысли, я обязательно сделаю фотоотчет всех поступивших средств, из всех чеков. И, конечно же, фото из приюта. Я, возможно, даже создам аккаунт специально для этого в соцсети, в Инстаграм или где-то. И дам вам ссылку, чтобы вы могли убедиться и посмотреть фотографии из приюта. Я очень стеснялась прессить подписчиков об этом, но, с другой стороны, я прошу не для себя. И вы моя аудитория. Я считаю, я имею право за два года, что я снимаю, даже больше, что я снимаю видео о чем-то, попросить своих подписчиков. Если кто-то будет отправлять денежку, вы можете писать в комментариях сумму, которую вы отправили. Так обычно делают во всех пабликах. Пишут плюс 200, плюс 1000, плюс 100. То есть пишут, сколько они отправили. Так как раз можно и отследить количество поступивших средств. Я не знаю, насколько моя аудитория отзывчивая, но все-таки я рискнула это сделать. Лучше я сделаю, попробую. И пусть даже с этого ничего не выйдет путного, чем я буду сидеть сложа руки и не попробую вообще. Очень надеюсь на вас. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.